Железнодорожное сообщение между Самарой и другими городами страны восстанавливается. Сегодня курсируют 14 поездов, в том числе два состава в направлении Самара-Адлер и Самара-Пензоанапа. 19 транзитных поездов. Восстановлено движение до Республики Крым. Фирменный поезд «Жигули» номер 910 «Самара-Москва» планируют запустить 17 июля. Кроме того, между этими городами регулярно курсирует поезд 4950. Восстановлено на сегодняшний день по территории Самарской области 14 пар поездов. В том числе, как Иван Иванович, положил два поезда в его формировании 12 транзит. Для обеспечения потребности объема пациентских перевозок увеличена составность фирменного поезда 4950 с 7 до 12 вагонов. Аэропорт Курумыч с 1 августа планирует возобновить полеты сначала до ближнего зарубежья, а затем и в другие страны. С начала года из воздушной гавани Самары выполнялись рейсы по 76 направлениям. Из них 46 внутренних. Остальные – международные направления. В Москву сейчас выполняется 10 рейсов в сутки при пассажиропотоке более 30%. Число пассажиров продолжает расти. Если в мае Курумыч насчитал 29,5 тысяч пассажиров, то в июне уже более 65 тысяч. Возобновлены полеты в Нижний Новгород и Минеральные воды. Увеличилось число пассажиров, вылетающих на Москву и Санкт-Петербург. И с 15 июня Курумыч вновь перешел на работу в круглосуточном режиме. Сейчас положительная динамика сохраняется. На начало июля удалось восстановить половину докризисного пассажиропотока. Дальше будет зависеть от пассажиропотока поэтапное восстановление до ограничений. И на железнодорожном вокзале, и в аэропорту проводится измерение температуры пассажиров. Соблюдается масочный режим. Обеспечен доступ к санитайзерам, маскам и перчаткам. Для соблюдения социальной дистанции нанесена разметка. А в конце июля в Курумыче планируют открыть ресторан. Но это станет возможным лишь в том случае, если в регионе наметится спад по заболеваемости коронавирусом. А пока ситуация не радует. В пяти муниципалитетах Самарской области уровень заболеваемости выше среднего по региону. В Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и в Ставропольском районе. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что если жители муниципалитетов не будут соблюдать масочный режим, в регионе снова введут жесткие меры. Я считаю, что крайне важно на штабах местных рассмотреть информацию, которая сегодня представлена главным санитарным врачом. Не позднее четверга представить в адрес регионального штаба предложение по усилению контроля, а возможно, коллеги, если на местном уровне вы приходите к такому решению, усиление ограничительных мер. Новые ограничительные меры, если к ним все-таки придется прибегнуть, будут касаться не всего региона, а отдельно взятых муниципалитетов, в которых ситуация с ковид наиболее критичная. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре, События.